«Случилась эта история из жизни, когда мне только исполнилось 19. Я был молод, холост, свободен и открыт для новых любовных историй. На тот период я искал работу параллельно своей учёбе на заочном отделении. Однажды я пришёл в гости к своему хорошему приятелю-сокурснику, чтобы взять у него конспекты лекций. Дверь мне открыла интересная яркая женщина. Она назвала себя Еленой Алексеевной. Это была мама моего приятеля Антона. Елена Алексеевна мило улыбнулась и пригласила меня пройти в комнату. Через некоторое время нас пригласили попить чай. Поговорив, я узнал, что хозяйка дома является начальником отдела компьютерного обеспечения. Я сказал, что как раз ищу работу по специальности в данной сфере. Елена Алексеевна окинула меня опытным взглядом, задержавшимся в районе бёдер. Потом улыбнулась и сказала, что с радостью предложит мне освободившееся место. Сначала месяц стажировки, затем постоянная работа. Первый месяц пролетел молниеносно. Меня одобрили на постоянную должность. Коллектив оказался очень дружным и гостеприимным. Большое количество женщин не давало заскучать, и я чувствовал себя султаном в своих угодьях. Однако самой привлекательной и очень яркой была именно Елена Алексеевна, моя непосредственная начальница. Женщина с сильным характером и бешеной харизмой. Она могла собрать весь коллектив за считанные минуты и зарядить всех положительным настроением и неудержимой энергией. В одном из разговоров с коллегами я узнал, что она старше меня на 20 лет. Почему-то этот факт только повысил мой интерес к этой женщине, и я начал замечать за собой, что думаю о ней не только как о своём руководителе, но и как о привлекательной женщине. С её стороны я тоже чувствовал интерес к своей персоне и далеко не только как к рядовому сотруднику. Искры флирта я ловил и от других молоденьких сотрудниц нашего офиса. Но они мне были неинтересны. Честно сказать, на тот момент я был ещё неопытен в делах сердечных и ранее не имел опыта близкого общения с противоположным полом. Накануне новогодних праздников, как и полагается в приличном офисе, мы решили устроить праздничный корпоратив. Украсили помещение нашего офиса новогодними атрибутами, установили дресс-код, зайчики, снеговики и снежинки. Я взял в магазине проката костюм Деда Мороза, а наш руководитель пришла в костюме снежинки. Ей очень шла белоснежная пышная пачка и утянутый корсет. Её моложавая подтянутая фигура очень выгодно подчеркивалась этим костюмом. В течение всего праздника Елена старалась как можно чаще подойти ко мне и поговорить. Меня тоже тянуло к ней, просто постоять рядом и надышаться запахом её дорого парфюма. Корпоратив был очень весёлым с кучей конкурсов. Наверное, каждый знает, какого рода задания просят выполнить на взрослых праздниках. Все уже были изрядно подвыпившие. По стечению обстоятельств, мы оказались в паре с начальницей. Я должен был лопнуть шарик, привязанный ей пониже спины без рук. Конкурс был очень весёлым и все сотрудники, включая Елену Алексеевну, заливались раскатистым хохотом. Я представляю, насколько комично это всё выглядело. Веселье подходило к концу, все начали вызывать такси и разъезжаться по домам. Я вызвался остаться и закрыть офис вместе с начальницей. Мы зашли к ней в кабинет, чтобы закрыть все окна. Я сам не понял, как настолько близко оказался рядом с ней, она привстала на цыпочки и первая поцеловала меня. Я был ошеломлён, но не стал упираться. Я как будто и сам ждал этого, но боялся первым проявить инициативу. Там у нас всё и случилось. Прямо в рабочем кабинете. После этого не хотелось отпускать её от себя ни на секунду, но я понимал, что пока не имею никакого права напрашиваться к ней в гости или зазывать к себе. Тем более её сын был моим хорошим приятелем. Как бы я потом смотрел ему в глаза. Ведь дома была мамочка, которая вряд ли была рада такому раннему визиту. В первый день после новогодних праздников, мы вновь вернулись к рабочим будням, начальница вела себя как ни в чем не бывало. А меня распирало подойти к ней, поцеловать, обнять. Но я сдерживал себя и старался придерживаться всех правил субординации при коллегах. Рабочий день подошёл к концу, и я специально задержался, чтобы пообщаться с ней наедине. Без окружения людей она вела себя совершенно иначе, как кокетливая девушка, жаждущая близкого общения со мной. На этот раз от неё поступило предложение отправиться к ней в гости. Я согласился, не раздумывая. Приехав к ней домой вновь, я увидел, что никого нет дома, и квартира абсолютно пуста. Почему-то в этот момент у меня возникло желание поинтересоваться о прошлом и её семье. Я в разводе уже несколько лет. У меня есть дочь, ей 18. Она как раз сейчас на каникулах у своего отца, моего бывшего мужа. А сын ушёл на ночёвку к своей девушке, неохотно ответила мне Елена Алексеевна. «Ты с ним общаешься?» — спросил я. «Нет, видеть его не хочу после того, как он со мной поступил. Сергей променял меня на другую женщину. Никогда ему этого не прощу. Но детям общаться не запрещаю. Это всё-таки родной отец. Давай больше не будем об этом. Как можно было её променять на кого-то ещё?» — подумал я про себя. Стало немного неловко, и Елена предложила выйти в парк прогуляться. Среди деревьев мы нашли высокие качели. Мамочка радостно прыгнула на них и попросила толкнуть. «Я так и сделал. Ого, да у тебя сил как у коня. А ну давай задвигай!» — смеясь, просила она. Я стал раскачивать качели, а мамочка молила не останавливаться. Совсем поздно ночью мы вернулись к ней домой. Эта ночь была такой же незабываемой, как и тогда, на корпоративе. Затем мы позавтракали вчерашней пиццей. И мне показалось, что это самая вкусная пицца в моей жизни. Мы собрались и отправились в офис. Так пролетело несколько месяцев. Мы встречались в разных местах, когда ей это было удобно. Иногда у неё дома, когда дочь гостила у своего отца или была в школе, иногда у меня, когда моей мамочке не было дома. Несколько раз я заказывал номер в отеле. Я, как мог, скрывал наши отношения от коллег и особенно от своего друга. Хоть это и было очень сложно. Эти встречи были для меня как глоток свежего воздуха в знойный летний день. Она тоже казалась очень счастливой. Даже некоторые сотрудники начали делать ей комплименты, что у неё глаза горят и очень сияющий вид. А для меня эти слова были как бальзам на душу. Однажды, находясь в отеле, я увидел, что на её телефон пришло сообщение. Она была в душе. Я автоматически взглянул на экран. Сообщение от Сергея. Дочь у бабушки, приезжай, жду целую. Меня бросило в холодный пот. Руки затряслись, но вида я не подал. В следующие дни я не находил себе места. Меня так и подмывало спросить, что значит это сообщение. Но я так боялся потерять то, что у нас уже есть. Мало ли для чего он просит её приехать. Возможно, у них такие же приятельские отношения, как и у моих родителей после развода. Тем более у них двое общих детей. Именно так я пытался себя успокоить. В следующие недели я начал замечать, что она стала отдаляться. Наши встречи происходили по её инициативе всё реже. Она ссылалась то на болезнь дочери, то на загруженность отчётами, то на поездку к родителям. Сначала мы встречались два раза в неделю, затем один, а закончилось это всё полным её отказом от близких отношений со мной. Я страдал. Ведь я относился к ней не только как к объекту любви, но и строил планы на будущую совместную жизнь. Я так впервые влюбился. Ходил мрачнее тучи, а коллеги перестали меня узнавать. Однажды, обедая на рабочей кухне, я услышал разговор между двумя моими коллегами-знатными сплетницами. Краем уха мне удалось подслушать, что речь шла о нашей начальнице. Она снова решила вернуться к своему бывшему. Сергей, кажется. Хотя сама уверяла, что больше никогда. Помню, как мы ей каждый день успокоительные ведрами капали, когда она разводилась. У меня земля ушла из-под ног. Я сразу всё понял. Сошлись все пазлы в единую картинку. Изменения её поведения, постоянные отъезды и болезни ребёнка. Через пару дней она сама прислала мне сообщение. Спасибо тебе за всё. Так бывает в жизни. Есть любовь на всю жизнь, а есть мимолетная. Поймёшь, когда вырастешь. Я уволился. Мне было больно видеть её ежедневно. Но, в любом случае, я благодарен ей за этот первый жизненный опыт и, конечно, желаю счастья с любимым человеком. Я не забуду её никогда. А вам приходилось оказываться в подобных ситуациях. Как поступать в таком случае?